Встройными рядами по звуке славянки на Маратсей прошла репетиция торжественного митинга в честь Великой Победы. Отдать дань памяти ученики первой школы в преддверии 9 мая прошли в Малом Бессмертном полку до Апеллиска Победы. Безопасность граждан охраняет общественный порядок. Во время празднования Дня Победы в округе будут более 100 сотрудников полиции. С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепетова. В Наринмаре прошла репетиция Парада Победы. Ранним утром под прощание славянки на главной площади города Маратсей маршировали все расчеты, которые 9 мая примут участие в торжественном митинге. Традиционно празднование Дня Великой Победы в Наринмаре, как и во всех городах нашей Родины, откроет торжественный парад. Подготовка к нему началась задолго до 9 мая. Сегодня прошла очередная репетиция построения расчетов на площади Маратсей. Участие в ней приняли военнослужащие космических войск, сотрудники Управления Министерства внутренних дел по Ненецкому округу, пожарные и спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций, солдаты-срочники и кадеты. Смотр парадных расчетов провел командир войсковой части 12403 Владислав Мирошниченко. Смирно! Равнение налево! В этом году парад станет 71-м по счету. Традиционно он начнется с внесения знаменной группы на центральную площадь государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы. Это копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идритской стрелковой дивизии, которую 1 мая 1945 года установили над Рейхстагом в Берлине, Егоров, Контария и Берест. Кроме вынесения знамя Победы, участники отрепетировали приветствие парадными расчетами командира, прохождение торжественным маршем пеших парадных расчетов, построение живого коридора у Вечного Огня и, конечно, минуту молчания. Впервые в этом году, 9 мая, в параде примут участие кадетский класс 4-й школы и спортивно-патриотический клуб Ниницкой и средней школы имени Антона Пырерки. Он был создан в 2013 году. Командовать отделением на параде будет Егор Литков, ученик 10-го класса. В составе расчета торжественным маршем пройдут одни девчонки. Сегодня для них состоялась уже третья репетиция на площади Маратсей. Участие в параде для них – волнительное мероприятие. За плечами только опыт участия в смотрах строя и песни. Это страшно. Боюсь, что у нас что-то не получится. Не знаю даже. А как девочки справляются, на ваш взгляд? Хорошо. Просто очень много нервничаем. Ругаемся все время. Так стараемся. Впереди участников торжественного построения ждет еще одна генеральная репетиция парада. А 9 мая в 11 часов утра они выйдут на главную площадь города. И под взгляды тысячи жителей округа и ветеранов-участников Великой Отечественной войны пройдут стройными рядами торжественным маршем, посвященным Параду Победы 41-го года. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В преддверии 9 мая педагоги первой школы организуют митинги у памятников Победы. На протяжении 8 лет учащиеся возлагают цветы у обелиска Победы и памятника экипажу буксира «Комсомолец». В торжественном шествии участвуют все ученики с 1 по 11 классы. Всем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается. В этом году в рамках митинга прошел малый бессмертный полк. Учащиеся пришли с фотографиями учителей и выпускников первой школы. Все они воевали на фронтах и возвратились домой. Каждый год фронтовики бывали в родной школе на вечерах с молодым поколением. 9 мая, соответственно, делегация школы пойдет к митингу, тоже на митинг, но уже в составе общей колонны. В этот день всем детям не удается побывать у памятника, поэтому мы проходим накануне этого славного праздника. Традиционно возложат цветы к памятникам Победы учащиеся профессиональных образовательных учреждений и трудовые коллективы города. 9 мая обелиску Победы исполнится 51 год. Его история началась в далеком 1965-м. За более чем полувековое существование памятник несколько раз менял облик, реставрировался и приобретал новые элементы. Неизменным оставалось одно – обелиск стал символом памяти о героях Великой Отечественной войны. Условно его историю можно разделить на несколько периодов. Обелиск Победы образца 1965 года был прост в исполнении. Асимметричная расширяющаяся кверху стелла была выполнена из серого бетона. Главными элементами памятника были высеченные в бетоне рукам, держащие горящий факел, как символ вечной памяти. Рука с факелом были окрашены в белый цвет. Даты – 1941-1945 годы в черный. В этот год впервые стали праздновать День Победы. День стал не рабочим, праздничным. По всей стране открывались памятники. В нашем округе, как инициаторами его создания, стали глава Совета ветеранов Павел Александрович Березин и военком нашего округа. Они обращались в различные организации, во всех организациях встречали отклики. То есть, различные организации оказывали посильную помощь. В 1979 году, в год 35-летия Победы, впервые 8 и 9 мая у обелиска Победы был выставлен почетный караул из старших пионеров, комсомольцев и солдат Наринмарского гарнизона. С этого года ведет отсчет вахта памяти молодежи. 1979 год стал юбилейным для Ненецкого округа. В честь 50-летия со дня его основания обелиск Победы снова обновили. На бетонном основании установили чугунную звезду. В июне 79-го от улицы Первомайской к памятнику подвели газовую трубу, чтобы зажечь вечный огонь. И уже 14 июля 1979 года у обелиска Победы в честь погибших в годы Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония зажения вечного огня. Это право было предоставлено первому секретарю окружкома КПСС Юрию Степановичу Романову. В память о героях прошедшей войны, в память об их мужестве и героизме, на Наринмаре зажжен вечный огонь. Вечная слава героям! В 1982 году обелиск Победы приобрел привычный для нас облик. Изменилась форма стелы. Правый угол памятника стал вытянут вверх. На новой стеле уже отсутствовала рука с факелом. На фоне живого вечного огня эти элементы стали излишними. На протяжении еще нескольких десятилетий памятник реставрировался и частично изменялся. В 2007 году начался сбор добровольных пожертвований на реставрацию памятника. На специально открытый счет поступило более 700 тысяч рублей от организации и частных лиц. Последняя реставрация была проведена в 2012. Сегодня обелиск Победы стал центром целого мемориального комплекса. Сюда вот уже более полувека приходят, чтобы почтить память героев. Из Нинецкого округа на войну ушли 9383 человека. 3083 бойца сложили свои головы на полях сражений. Их имена находятся в капсуле, которая заложена под мемориальную плиту с надписью «Воинам-землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне от вечно благодарных граждан Нинецкого округа». Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Митинг памяти, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел в поселке Искатели. Он состоялся у памятника оружия Победы. Изготовили танк Т-34 в конце войны. В боях он не успел поучаствовать, но стал символом Победы. Почему его установили в округе и какой вклад внесли жители региона в строительство танковой колонны, узнала наша съемочная группа. Помнят и жители округа о подвиге земляков. Сегодня более 70 человек – жители поселка, воспитанников детского сада, школьников, военнослужащих, представителей власти – собрались у единственного в Искателях военного памятника – танка Т-34. Танк не воевал, он выпуска практически почти 44-го года. Он прибыл из Латвии, через Польшу. Как вы знаете, в том году на 77-е Победы мы его восстановили. Ранее мы, как и жители поселка, проводили в городе. А сейчас уже это будет традиционно, проводиться будет здесь. По словам Григория Коваленко, ежегодный митинг – это дань не только бойцам Советской Армии, но и труженикам тыла. В Нинецком округе в период Великой Отечественной войны помощь фронту шла различными путями. Фонд обороны складывался из добровольных поступлений, денежных средств, денежно-вещевых лотерей, отчислений части зарплаты премий, трудодней, средств, заработанных на воскресниках, а также из поступлений теплых вещей для армии. Особое значение придавалось и сбору средств на строительство военной техники. За период с сентября 1941 по январь 1943 года жители Нинецкого округа на строительство танковой колонны собрали 1 миллион 72 тысячи рублей. Средства собирали всем миром – и взрослые, и дети. 2 апреля 1944 года вышел очередной выпуск газеты «Нарьяна Виндер», в котором была статья от учащихся школы. Учащиеся лесозаводской неполной средней школы приняли активное участие в сборе средств на строительство колонны танков. Учащиеся 4-го Б-класса сестры Чепсановы внесли 78 рублей, ученица Тамара Вдовина – 40, Галя Едовина – 30 рублей. Среди тех, кто трудился для фронта, была и мама Нины Ваньбас. Когда ее отца забрали на фронт, Нине Митрофановне было 3 месяца. Так осталась мать с четверми детьми. А он вернулся с войны? Нет, он не вернулся. Он в 43-м погиб. Мы жили в Харяге, в одиночный дом. Пришлось матери в Харейвор поехать. И без дома, без всего, она с четверми детьми приехала в Харейвор. Нас мать защищала, кормила как могла. Дружно жили. Трудилась, растила нас и все. Плакала, а что делать? Похоронку получила, плакала. Уже второй год Нина Митрофановна участвует в митинге и гордится, что на ее маленькой родине установлен памятник легендарному танку Т-34. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Охранять общественный порядок во время празднования Дня Победы в округе будут более 100 сотрудников полиции, частных охранных предприятий и дружинники. Личный состав Управления МВД России по Ниницкому округу будет переведен на усиленный режим несения службы. Прежде всего, отмечают полицейские, не нужно появляться на торжествах в состоянии алкогольного опьянения. Будет действовать запрет на пронос алкогольных напитков к местам проведения праздника. Кроме того, нельзя будет пронести и безалкогольные напитки в стеклянной таре. Во время мероприятия будут организованы досмотровые мероприятия, поэтому тоже обращаю внимание граждан, чтобы они были готовы, не оказывали никакого противодействия сотрудникам полиции и отнеслись к этому с пониманием. В целом, управление к проведению данных торжественных мероприятий готово. В МВД России по Ниницкому округу круглосуточно работает телефон доверия 421-52, по которому жители округа могут позвонить или оставить свое сообщение о готовящемся или совершенном преступлении или правонарушении. Плюс 2, плюс 7. Далее расскажем о погоде на предстоящие выходные. Ведоход идет, с ним меняется и погода. Какой она будет на 9 мая, прогнозы синоптиков обнадеживают. Экстренная помощь и спасение при ДТП. Сотрудники поисково-спасательной службы Ниницкого округа провели очередные учения. В этот раз спасатели проверили готовность к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Пострадавших в сознании кровотечения нет. Первоочередная задача спасателей при ДТП – сохранить жизнь водителя и пассажиров. Поэтому на месте аварии спасатели прежде всего осматривают салон автомобиля и проверяют состояние людей. Согласно легенде учений, машина сильно повредилась и нет возможности извлечь пассажиров. В этом случае в ход идут специальные приспособления. Для вскрытия и разрезания автомобиля спасатели используют гидравлическое оборудование. Перед началом операции автомобиль необходимо стабилизировать пассажирам и водителям, обеспечить безопасность. Транспортировка пострадавших требует знания правил оказания первой медицинской помощи. В данном случае спасатели эвакуировали водителя с повреждением позвоночника и переломом правой ноги. После этого пострадавший передается бригаде скорой медицинской помощи. Есть утвержденный план-график. Раз в неделю это точно. Проходит каждая смена. Приезжают, отрабатывают навыки свои, повышают квалификации. Тренировки нужны чем чаще, тем лучше. ДТП у нас происходит часто, но выезжаем мы не всегда. Они не такие тяжкие. Это когда тяжкие последствия зажатся в пострадавшей и нужна наша помощь. Одно из последних ДТП, в котором понадобилась помощь спасателей, произошло в 2015 году в январские праздники. В результате аварии человек погиб и был зажат в кусках железа. Был случай и на зимнике. По итогам учений группа спасателей за проведенную операцию получила положительную оценку. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал Север. В Лабожском средний ледоход, в Фонгурее подвижки. Раньше обычных сроков на 15-20 дней начали освобождаться от льда малые тундровые реки Неницкого округа. Теплый температурный режим, установившийся ранее в Неницком округе, способствовал разрушению льда на реках Сула и Несь. В связи с понижением температуры воздуха, в настоящее время ледоход на малых реках проходит стихийно. Точные сроки ледохода будут зависеть от погодных условий. Уровни воды в период половодия прогнозируются в пределах допустимых отметок. Высокие отметки возможны на реках, находящихся ближе к Куральскому хребту. Подъем уровня воды отмечается и на Печоре. Так, на посту в районе Великовисочного уровень воды находится на отметке в 760 см, в Оксе на 484 см, в Наринмаре – 291 см. Несмотря на приближающийся ледоход, предстоящие выходные, по данным синоптиков, будут теплыми.